На календаре июль, макушка лета и разгар оздоровительной кампании. Сотни мальчишек и девчонок сейчас отдыхают в загородных лагерях. Педагоги стараются каждый день сделать насыщенным и незабываемым. В лагерь Лукоморья в селе Саватеевка на второй сезон приехали 160 детей. Они заняты экотуризмом. Для многих это настоящая проверка на прочность. Мария Константинова побывала на месте и знает, как проводят досуг юные ангарчане. Давай, 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 давай! Кира, молодец, Кира! Быстрее, быстрее, Кира, молодец! Всё, выпрызгивай отсюда! Задача отряда – пересечь холодную аду на тюбинге. Не все с ней справляются в сухую. Но здесь важно пройти на время. Чем быстрее, тем лучше. В лагере Лукоморья на втором сезоне отдыхают 160 школьников. Ребята практически со всей Иркутской области. Многие приезжают сюда не первый год, ведь здесь верные друзья и любимые воспитатели. Очень сплочённый коллектив. В некоторых лагерях очень много отрядов. А здесь такой мини-коллективчик. Все друг друга знают, все хорошо общаются. Инструктора все очень дружелюбные, вожатые. Лето без Лукоморья – это какое-то не лето. Это такая территория творчества. Меня, правда, Лукоморье многому научило. То есть каким-то таким разносторонним ребёнком я стала благодаря этому лагерю. Спасибо большое ему, хочу за это сказать. Даже вот если, например, приезжает человек, не умеет петь, не умеет танцевать, в Лукоморье – и запоёте, и затанцуете, и вообще всё будете делать. Вот, банально, вкусно кормят. Вот, интересные мероприятия, состязания, соревнования. Весь день у каждого из шести отрядов расписан буквально по часам. Дети забывают, что есть соцсети, компьютерные игры и онлайн-формат. Времени на недоразумение, как замечают воспитатели, просто нет. На территории есть река. Мы вот такие особенности, ландшафт мы используем. У нас и байдарки, у нас и переправы постоянные, и робинзон. Дети выходят в поле, изучают виды костров, изучают все возможные способы выживания в лесу. То есть мы используем всё, что есть под рукой. То есть дети в корпусах не находятся. Дети целый день на улице. Лагерь расположен на живописном берегу реки Ада. Ещё одна особенность – это парк деревянных скульптур. Известный далеко за пределами нашего региона. С первых дней отдыхающие знакомятся с прекрасным. Красивейшее место. И много хороших традиций здесь, которые у них устоялись, и детям интересно. И ещё один важный нюанс – дети находятся здесь круглосуточно. А значит, на время смены они забывают про родной дом. Справиться с любым спорным вопросом помогают опытные педагоги. Те детки, которые ездят давно, они стали одной семьёй. То есть они идентифицируют вожатых как сестёр старших, как братьев старших, воспитателей как мам. И это не только в моём отряде. Это во всех шести отрядах лагеря. Отряд как большая семья, а вожатый воспитатель словно замещает на 18 дней маму и папу. Именно такие доверительные отношения царят в Лукоморье. А ещё дети получают уникальную возможность проявить свои творческие способности и талант. Именно поэтому они желают возвращаться сюда снова и снова. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.